Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Олег. У меня на Дзен есть канал Крафт Алка. Это видео снято совместно с компанией Грейн Русс. Сегодня у нас необычный перегон, точнее даже два. Более того, полный цикл приготовления крепкого напитка. Но сначала я хотел бы вас спросить, как часто вы бываете недовольны вкусом своего пива? И что вы делаете с таким напитком? Пивоварение это целая вселенная. Различное сырье, соложенное, не соложенное, базовые, специальные салата, различные штаммы дрожжей, различный хмель, схема охмеления. Один и тот же штамм дрожжей при разной температуре в помещении дает различные оттенки вашему пиву. Даже готовя по одному и тому же проверенному рецепту, каждый раз ваше пиво будет отличаться от прошлой варки. Что уж говорить о разных рецептурах. В таких условиях естественно, что порой получается пиво, которое вам не нравится. Неплохое пиво просто не под ваш вкус. Что делать с таким пивом? Раздать, угостить друзей. Как вариант. Но лично мне не по душе угощать тем, что мне самому не нравится. Я хочу угощать друзей только самым лучшим из того, что я сделал. Но не выливать же хороший напиток. Тем более, что на него затрачено столько вашего труда и сырья. Есть отличные решения. Не самое лучшее пиво перегнать в отличные виски. Да, отличие конечно же есть. Например, вискарное сусло не подвергается охмелению. Мы не будем претендовать на то, чтобы наш крепкий напиток, перегнанный из пива, претендовал на гордое имя виски. А просто сделаем хороший зерновой выдержанный напиток. Тем самым утилизируем не самое удачное пиво, и при этом получим отличный крепкий солодовый дистиллят. Для этого прежде всего нам необходимо сделать первый перегон, залив в куб вместо браги пива. Наливаем пиво в куб. Перегон следует ввести на небольшой мощности нагрева, иначе начнется сильное пенообразование. Я буду ввести нагрев на 0,8 кВт. Да, это займет некоторое время, зато пена не попадет в отбор. Отбираем дистиллят в одну емкость. Это будет спирт-сырец, который мы позже перегоним дробно. Первые капли дистиллята мы получили при 95 градусах в кубе. Отбор прекращаем при падении крепости в струе до 0%. Полученные ранее при перегоне браги спирт-сырец необходимо перегнать дробно с отбором голов, тела и хвостов. У нас получился 30% спирт-сырец. Вливаю в куб спирт-сырец, добавляю 6 литров воды, чтобы не сжечь тен. Перегон будем ввести на дистилляторе с укреплением, но работать он будет в режиме дистиллятора. Монтируем верхнее оборудование, подключаем воду. Проверяем аппарат на герметичность, опрессовав его вот таким нехитрым способом. Определяем на калькуляторе самогонщика, сколько нужно отсечь голов. Я планирую отсечь 5%. Мне нужно отсечь 40 миллилитров голов, тем не менее я буду ориентироваться на обоняние, если посчитаю нужным, отсеку больше. Спирт-сырец не пенится как пиво, поэтому включаем на максимальную мощность. В моем случае это 2 киловатта. При достижении в кубе температуры 70 градусов необходимо включить охлаждение. Нагрев снижаю на 50%, то есть до 1 киловатта. То же самое, если вы делаете перегон на газовой плите, просто убавьте пламя горелки приблизительно вдвое. Ждем появления дистиллята. Отбираем головы в отдельную емкость. Ближе к концу отбора голов проверяем дистиллят, вдыхая запах, и принимаем решение отбирать их далее или переходить на отбор тела. Как только отобран расчетный объем голов и запах дистиллята вас устроил, мы переходим на отбор тела. Мы увеличиваем мощность нагрева, я это делаю до 2 киловатт. Проверяем, чтобы наш дистиллят не был горячим. Настраиваем расход охлаждающей жидкости при необходимости. В процессе перегона контролируем температуру в кубе и периодически измеряем крепость в струе. При падении крепости дистиллята в струе до 60%, прекращаем отбор тела во избежание попадания хвостов в наш напиток. Измеряем крепость и объем полученного товарного спирта. Мы получили 80% дистиллят. Рассчитываем необходимое количество воды для разбавления. Вливаем и смешиваем жидкости. Проводим замер и при необходимости корректируем крепость добавлением воды или спирта. Я планирую этот напиток выдержать в контакте с дубовой древесиной, как и подобает настоящему виски. Тем не менее, я уже сейчас хочу попробовать его в белом виде. Напиток имеет приятный зерновый вкус и хмельной запах. Дистиллят в идеале выдержит дубовые бочки, но у меня его мало и я хочу получить напиток гораздо быстрее. Поэтому я буду выдерживать его в контакте с дубовой древесиной. Для этого я положу в него вот такой сегмент дубовой древесины и выдержу около двух-трех недель. За это время в напиток перейдут вещества из дуба, которые обогатят его вкусами и цветом. Конечно же, такой напиток нельзя сравнивать с фабричным виски. Тем не менее, он превзойдет многие фабричные образцы, потому что он сделан из солода вашими собственными руками. Собственный напиток для многих будет всегда самым лучшим, даже если это не совсем так. Ну что же, пора продегустировать готовый напиток. Напитку всего три недели, он еще достаточно молод, ему стоит еще продолжить вызревание. Тем не менее, мы из не очень вкусного пива получили отличный крепкий напиток. Пора угощать им друзей. Вкусных вам напитков, будьте с нами, подписывайтесь. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok